Пить из канализации вряд ли о таком кто-то мечтает. И совершенно точно все хотели бы такого удовольствия избежать. Левый берег у нас в регионе подтопило. Все содержимое бетонных колец оказалось, можно сказать, на поверхности. Были запреты на пользование скважины, подвоз, питьевой воды чистой, потому что вода со скважин по всему левому берегу была просто непригодна для питья. Эта проблема возникла из-за негерметичных септиков. Коль захотелось дом построить, то сделать все надо по уму. Тогда и беда не беда. Касается это ведь не только частного сектора, но и строительства высоток. Все должно идти в ногу со временем. А раз есть производство, то остается пользоваться. Компания «Аквасервис» была создана в 2005 году с целью производства сантехнических работ. Это отопление, автономные водосчетчики, замена труб и прочее. Компания «Аквасервис» работает на строительном рынке Бурятии с 1997 года. В 2005 году компания начала производство емкостей из листового полипропилена для нужд динамично развивающегося сектора частного малоэтажного строительства. Постепенно накапливая опыт в обработке пластмасс, предприятие увеличило ассортимент выпускаемой продукции. В середине 2018 года компания запустила новое производство емкостей из полого полиэтиленового профиля. Благодаря конструктивным особенностям и свойствам материала данные емкости могут быть использованы в первую очередь в качестве элементов водоотведения и очистки стоков, таких как септики, дренажные колодцы, накопительные резервуары. Наши емкости абсолютно герметичны. При правильной установке, монтаже их содержимое не будет попадать в водоносный горизонт. Недавно компания внедрила новый вид емкости – танки для молока и молочной продукции, что актуально для монгольских покупателей. И при содействии Центра поддержки экспорта Бурятии компания ООО «Аквасервис» нашла иностранных партнеров в Монголии. Отдельно хочется сказать слова благодарности Министерству экономики Республики Бурятия, также Центру поддержки экспорта, участие нашего предприятия в национальном проекте международной кооперации и экспорта. До закрытия границ монгольские покупатели могли сами приехать на предприятие и оценить качество продукции. Теперь сделать это невозможно. Однако дистанционный поиск Монголии с организацией встреч в формате B2B через Zoom позволяет делать это оперативно, без временных затрат и показал свою эффективность.